Ну вот, все снова готово к сплаву. Погода хорошая, проблески голубого неба видны. И на этой радостной ноте я покидаю высокие горы Чантальского хребта, озеро Среднее, это прекрасное. И продолжаю сплав, мне еще 190 километров до впадения в Амгуэму. Не, ну вы не представляете, какое это счастье плыть, гоняемый попутным легким ветерком. Красота! Ой, просто, просто замечательно. О сплаве по реке Чанталь, а тем более по ее притоку, Геленум-Кавиему, я не нашла никаких отчетов. Лишь Юрка Пасев сказал, что сплавлялся по Чанталю, и что там есть один хороший порог, слив, с выраженной ступенькой. И дальше, как он выразился, долго еще будет плескать так, что точно мокрым будешь. И снова, это лазурная вода. О, блядь. Какие красоты проходят мимо. Нет, все-таки я так люблю эти осыпные горки. Скорость течения вообще отличная. Главное, чтобы не было мелей. Нет, ну эти горы, мне просто готова на них смотреть и смотреть. Вот такие перекатики. Совершенно спокойные пока. Глотку не наплескивают. Ну, есть только чуть-чуть. Если бы сейчас без камеры, все бы могло бы идти. Да нет, не наплескивают. Без мелей, конечно, тоже не обходится. То, где прохожу, то, где приходится проводочку. О, прекрасные горы. О, славная речка. Ну что, речка вполне, вполне проходимая. В том смысле, что пока только один раз проводка шла. Нормально идется. Поднялась сейчас от реки. Там у меня вот за порожком лодка. На гору огонек. Ее подножию. Потому что здесь, на конусе выноса, встречаются иридирующие агаты. То есть, которые переливаются под солнцем. Вот ищу их пока. Я не знаю, как они снаружи выглядят. Но эти пока раскалываю, пока не переливаются. Будем искать дальше. Камни, конечно, всячески удивительные. Необычные. Сейчас. Сейчас эту дубану. Ничего нет. Цвета у камушков, конечно. Ух, какая щетка. Кристаллов. Ух, как тот экземплярчик. Какие тут кристаллики. Ну, мне кажется, эти камни-то и есть, эти агаты, переливающиеся на солнце. На солнце нет. Все, меня внизу ждет речка. А это дальше сплавляться. Вот там за поворотом она налево уходит. И там уже скоро... Ну, не то, что выйдет из гор, но они отойдут от нее, от русла подальше. И уже не такие высокие будут. Ну, тут, похоже, уже можно соединять. Вот это да! На реке еще кто-то есть. Но я блудеваю. Офигеть! Вот это да! Вот это да, люди! Откуда? А вы кто? Интересно! Ничего себе! Вот встретила путешественника из Германии, да? Да, из Германии. Меня зовут Ричард. Поехала в велосипед и лодка, покрыв маршрут, как тебе. Обалдеть! А сколько дней ты уже в путешествии? 40, я не знаю. 40? 40 дней. Сейчас продукты есть 8-10 дней. 8-10. А сколько ты больше на велосипеде едешь или пешком идешь? На велосипеде. На велосипеде? До базы Осиновая. Это было 25 дней из Анюська. Из Анюська. Потом на пешком 4 дней до озера. А, до вот этого озера Геленген-Квин-Ветвер. Да. Откуда ты начал сплав? Сплав там старт. Можно посмотреть твое снаряжение? Расскажи, какой у тебя велосипед интересный. Ого, какие толстые шины. Ничего себе. Да, это очень хорошо. Камень, болото. И в болоте идет? Болото нет. В русском нехорошо, извините. Да, нормально. Трактонария, хорошо. Можно. Или Тунра тоже. Так, а что за лодка? Сколько весит лодка? Килограмм. Один килограмм? Нет, нет, три. Три? А, и у меня три. Три килограмма? Однослойная, да? А что это в ней воды столько много? Это тебя так наплескало? О, да. А меня не плескало сегодня. Ничего себе. Это не каяк. Ух, нифига себе. Где это так? Ничего себе. Ну, придем. Ну, понятно. Боже, боже, воробо будет. Ох, сколько у тебя тут гермомешки какие. А это что такое? Температура. Температура? Да. 17 градусов. Да, я смотрю, что-то тепло стало. Да, ну вообще классно. Багаж очень много. Много, да. Все, 80 килограмм. 80. Ничего себе. У меня сейчас, наверное, меньше 30 уже. Наверное, 27. Да. 25, может быть, уже. 25, наверное, уже продуктов меньше. Я не знаю почему. Каждый год полный багаж. Не, ну если колеса везут, а что не взять? Понятно. На мисеплее 20 килограмм. 20 килограмм? Ничего себе. Это да. Да. Ричард, а расскажи, почему ты на Чукотку решил? Интересно. Я хочу смотреть, что Чукотка, природа, горы. Мне нравится. Сплав тоже. Ответная природа. Ты отлично говоришь по-русски. Правда? Нет. А где ты еще был в России? 18 лет. Как каждый год. Карелия, Ураль, Якутия, Саян, Алтай. Много происшествует. Рано один раз тоже. Надо же, молодец. А ты пишешь какие-нибудь отчеты, фильмы? Снимаешь? Какой фильм? Фильмы снимаешь на видео? Видео. Видео снимаешь? Камера. Камера? Ой, на камеру ты снимаешь? Нет, понимаю. Ты снимаешь фильм или фотографии? Фотографии. Фотографии, да? Фильм чуть-чуть на GoPro. А, понятно. Надо же. Здорово. Медведь четыре раза видел на дороге. Здесь на природе, на горе нет. А, говоришь, мамашу видел? Медведицу? Один раз. Мама медведь. А, три. Маленькие. Надо же. А как ты от медведей? Есть у тебя какая-нибудь защита? Без проблем. Медведь видел мне. Поехали. Ну, у тебя есть какое-нибудь ружье или... Что у тебя от медведей? Не понимаю. Как-нибудь пугаешь медведей? Это слово я не знаю. Что-нибудь для защиты от медведей у тебя есть? Я тут. А, у меня точно такая же. Точно такая же. Надо же. А, двухстволка. Вот это да. А у меня одно зарядное. А сейчас не надо. Медведи нормально, страшно. Человек видел? Это точно. А погодка распограживается. А мы с Ричардом решили вместе проплыть до вечера. По крайней мере. Сейчас он меня догонит. Жду Ричарда. Хочу посмотреть. Заснять прохождение небольшого порожка. Что-то всего... Все его нет и нет. Может быть, другой проток и прошел. Но вроде здесь не было родить проток. Поспела красная мородина. Ну, что-то долго его нет. Может, я вторую протоку не отследила. Пойду дальше. А речка несет меня. Моль галичных и высоких бережков. И солнышко. Все больше и больше. Куда же пропал Ричард? Вроде шел за мной. Почему он встал? Надо же так. Только встретились с человеком. Еще толком пообщаться не успели. Вроде договорились, будет без перекуса. На другую протоку он ушел, что ли. Но справа что-то нет проток. Большая река. Похоже, что-то случилось у Ричарда. Может, пробился. Речка вниз. Ричарда все нет. Похоже, там нет проток. Ну вот, теперь я за Ричарда переживаю. Ну, мы договорились, где вставать. Надо на это точно встречаться. Сейчас какая-то протока справа впала, но маленькая. Похоже, все-таки он сзади. На самом деле мы с Ричардом просто не совсем правильно поняли друг друга. Он просто решил перекусить. Поэтому и отстал. Это тоже 3 килограмма. Она весила 2 800. А я ее немножко утяжелила. Ну, там лейб приделала по бокам, чтобы для надежности. Вот здесь вот. Через Саяна так плавал тоже? С велосипедом. Тоже. Но Саяна, Атай, через Республика Туба. Ага. Республика Бурятия до Туба дорога нет. Республика Бурятия до Туба дороги. Да, приходится работать весной. Да, денек, конечно, сегодня шикарный. Нам погода подарила. Вон Ричард говорит, у него тоже 17 июля не было солнечного дня такого яркого. 17 июля она на горы недоступна. А сегодня уже 31 июля. Опять речка разбежалась. Ну, таких участков здесь сейчас все меньше и меньше. Мы выходим из гор. Но еще не совсем, не совсем. За поворотом открывается Новая Виля. Вот слева горы, которые в долине реки Телекей, притока моей реки Телекей или Гилетгин к НВИМ. И туда я ходила на гору Чанталь. Там она слева, в том распадке. Дрова надо? Дрова? Костер. Ну да, лучше с костром, конечно. У меня есть бензин. Бензин? А у меня газ. Газ тоже. Ага. Но с костром лучше. Мы с Ричардом встали вместе вечером в таком великолепном месте. Горы окрасились вершины красками. Ух. Десять вечера. Вид вниз по реке. Вот тут гора Капитанская. Тысяча восемьсот ноль три метра. На восемьсот метров ниже Чанталя. А на первом плане гора заманчивая. А мы встали у подножия горы Фантаст. Здесь много дров. Сейчас фиёк будем пить. В общем, жизнь налаживается с каждым часом. Вот Ричард ходит на комарники. Я узнала, что оказывается есть комары. Нравится мне комар. Не, ну, всё понятно. Я пока не пользовалась ещё. Но жары на самом деле настоящей ещё не было. Они как-то по мне не вылетели. Ричард, ведь мы с тобой одной крови. Ты и я. Смотри-ка, что это у тебя? Это что у тебя? Мёд, ликюр. Мёд, ликюр? А это коньяк. Надо отметить дружбу. Знакомство. Да, Ричард любит покушать. Любит. Любит. О, сколько. Это на него на одного. Хватит сегодня. Вот. И вот мой котелочек. Это я сегодня сверх нормы насыпала. Вот. Есть разница? Как можно? Можно, можно. Я не понимаю. Да, красивые у нас тут виды. Вокруг. Хорошо сидим у костра. Хорошо обозреваем окрестности. Речка струится. Лепёшка? Или это сладкий хлеб? Что это? Не, сладкий. А, ой, ещё сладкий. Ну, вообще. Сахар, молоко и изюм. И изюм. Ну, ты даёшь, Ричард. Молодец. Мой дедушка пекарь был. Да, пекарь? Вот это да. Ну, посмотрим, посмотрим. Это много костей. Оген. Большой? Ну, давай сделаем поменьше сейчас. Я не знаю. Ну, что, выглядит очень аппетитно. С утра погода снова хорошая. Небольшая облачность, но это не страшно. Речка замечательная. Просто фантастика. Вот, я пока выплываю, а Ричард меня догонит. Мы решили параллельно идти. Речка вдруг превратилась в такую почти совершенно спокойную. Равнинную речку. С медленным течением. Ну, не таким уж прям медленным. Совсем спокойным. А дно просвечивает. Вода очень чистая. Да, удивительная у нас вышла встреча. Здесь, в местах, так редко посещаемых туристами, оказаться вдруг в одном месте, в одно и то же время, двум путешественникам-одиночкам, это просто невероятно. Однако, факт. А не задержись я позавчера на дневку, или забросили бы меня попуткой на пять дней раньше. Я узнала, что Ричард из Берлина работает метеорологом. Не особо богатый по европейским меркам. После своих путешествий устраивает презентации, показывает фотографии, и этим частично окупает затраты. Очень удивился моему снаряжению и стоимости моей лодки. Она в три раза дешевле, чем его. Вот какое удивительное место. Здесь очень высокие деревья. Для Чукотки это редкость. Вот это и вычезение. Высота метров пять, наверное, есть деревья. Да. Тут даже не пять. Все десять. Прям лес. Здесь падает речка, приток Теликея тоже называется. Теликея это крупная ива. Теликея по Чукотске. Да, вот оно и устье этого притока впадает таким широким-широким широкой дельтой, можно сказать. Много проток. Когда солнышко выходит, просто замечательно, красиво становится. горы раступились после притока. Прям речка выходит на шире простор. Мы с Ричардом очень хорошо сосуществуем вместе. Никто никого не напрягает, никуда не спешим. Только что хочет, тот и делает. Договорились, где встретимся, если вдруг опять разойдемся на реке. Я хочу плавить рыбу на озерах. Он фотографирует там, где ему приглянется. Не торопимся. Решила сходить на озеро попробовать половить гольцов. Это старое старичное озеро. А вон там впереди лежит озеро и где из него вытекает ручей, может быть, будут ловиться гольцы, если они там есть. В принципе, тут еще есть озера поближе. Но здесь можно и здесь попробовать половить. Вот еще одно озеро. Мелковато тут для ловли, вон мальки только у берега. Ну ладно, зато виды красивые. Гагара. А здесь было стойбище. Вот камни, которые ярангу прижимали. Очаг. Тренога для костра. Но в этом году что-то не встречаются мне глиниеводы. Вот детали саней сделаны из рогов. Дырочки просверлены. Это копылья. На них опираются сами сани. Да, тяжелые такие. А тут даже гвозди. Ух ты. Расклепано. Небольшой породистый участок, который сейчас начался на реке. Въехала сейчас за спиннингом несобранным и пришлось полы заходить. Въехали. Продолжение следует... Продолжение следует... И только из лодки. Что-то с берега не ловится на всех самых классических местах. За перекатами, струйках не берет. А просто вот на плесе бросаешь, берет. Продолжение следует... Да, первые ягодки. Вон какие маринные холмы. Вон их сколько. Вон те шеверки, которые мы проходили. Да, повезло нам с погодой. Даже если немножко на шеверках плескает, то не страшно. Такую погоду тепло. Дедуштаны не надеваю, иду в болотниках. Быстротечно чукотское лето. Дриада, Куропатыча травка, уже отцвела. О, падение крупного притока справа. Наконец-то мы поймали красную рыбу, но на той стороне. Сейчас еще и здесь попробовали покидать. Здесь падение двух притоков крупных. Но здесь хуже не ловится. Это же вечер. Впереди долина совсем распахнулась. Через 10 километров мы впадем в Чантал. Сейчас вот в этих кустах смотрю. Рыбак стоит. Ничего себе думаю, сколько людей появилось. А рыбак встал на четвереньки и убежал. Вот какие тут мощные водно-ледниковые отложения. И в них вот река снова промывает проход. Подтачивает берег. Иногда камешки сыпятся, прям видно. Мы уже почти 10 вечера. Немножко не доплыли до впадения Чанталь. А тут недалеко. Вот его долина там видна. И вот солнышко за горкой, а вот чуть впереди уже оно светит. Вот туда мы сейчас доплывем. Вот там встанем. Впереди нас ждет солнечный берег. Крохоли, судя по всему. Давно здесь что-то тянется вот такой берег. Негостеприимный для стоянки. Вплыли в солнышко, а вот впадение. Впадаем Чантал. Вот наконец-то мы встретили стадо. О, как они веточки кушают. Там вдали и пастуха увидели. На нашем берегу. Вон он, вон человек. О, рукой что-то показывает. Идем к пастуху. А то как же. Человека надо постричать в Тунре. Это интересно. Рыркайпийская? Из Рыркарпии? Да, со Шмиттовской. А, с Шмиттовской. Понятно. А то я с Енрана им перепутала. Ну и как у вас тут? Ну так нормально. Правда. Стадо маленькое стало. Сколько голов? 600 голов. 600 маленькое считается, да? А еранг сколько у вас там? Три еранг. Три еранг. Ага. И вы не подвое даже дежурите? Сейчас по одному? Не, по одному. Маленькое станок. Ага, понятно. Пока не бегает еще по грибам. Конечно, спокойно. А грибы вроде пошли. Ну да, есть еще пока не бегает. Ясно. Медведи сейчас видели у вас они как тут? Ага. Пока не трогают. Трогают одиночных или нет? Ага. Ясно. А у вас связь есть? Рация? Там, да. Телефон. Спутник. А, понятно. Черный? Не, не телефон. СМС можно давать. СМС можно давать, да. А, с ними? Все? СМС кончились? Нет, это такой телефон, на который... Полутелефон. На него только СМС может давать. А, управлять СМС. Да, такой. Припозднили стоп комаров. И так есть хотелось, что не успела показать красную рыбу, которую мы сегодня поймали, наконец-то. Гольца. И вот я в первый раз на комарнике. Стоп комаров тут. Вот она, красная. Крутным планом, пожалуйста. О, какая. Хорошо. Все. Теперь костер быстро разведем сейчас. О, все будет отлично. Что у нас на завтрак, Ричард? Икра есть. Очень вкусно. Хорошо. Утро. У нас остатки ухи настоявшейся. Ой, обалденная вещь. Из голов, печенок и хвостов. Место у нас на берегу реки обалденное. Обалденное, потому что отличная погода. Стояночка на обрыве. Сейчас пойдем в гости. Вон там стоят лиранки. Вот, в общем-то, сплав по Геленум к Ибьему. Здесь, под горой Огонек, мы встретились с Ричардом. И вот дальше плыли вместе. На впадении Теликея здесь вот реликтовая роща Чизеней. Вот на этих озерах я пыталась ловить рыбу. Вот. И доплыли мы с ним до впадения в реку Чантал-Вагргин. В этом месте. И вот отсюда пошли в гости к оленеводам. Это в следующей серии. Продолжение следует...